Друзья мои, добрый день! Сегодня я вас приглашаю к себе в гости. С вами Светлана, рубрика «Джунгли в квартире». Я живу в обычной квартире на пятом этаже и развожу растения на своей лоджии. Пытаюсь формировать свою коллекцию по принципу джунглей. Ну, а насколько у меня это получается, судить вам. Сегодняшнее мое видео было, в общем-то, внеурочным. И причина явилась в том, что у меня в саду появился вот такой замечательный агрегат. Это фонтанчик или водопадик. Кроме того, я надеюсь, вы слышите, в моем саду еще поселились птички. А птички это не живые, а виртуальные. Оказывается, есть специальное приложение, где можно воспроизвести пение любых птиц, которые вы хотите. Я воспользовалась этой возможностью, загрузила это приложение. И теперь у меня вот такая вот умиротворяющая атмосфера. Значит, кроме того, что в моих джунглях теперь растут, цветут и пахнут мои цветы, но еще журчит водичка и поют птички. Вот такая красота. Атмосфера достаточно релаксационная. И так как мой сад выходит соединен с залом и кухней, в общем-то, на территории которых я провожу все свое свободное время, вы можете представить, как приятно делать какие-то дела, отдыхать, читать, вязать. Вот в такой атмосфере. И сегодня мы начнем с вами обзор. Я пойду не как обычно слева направо, а наоборот. Потому что здесь собрано самое большое количество растений. И я боюсь, что мы вот всю эту красоту до нее не успеем дойти. Так как поговорить я люблю. И, кстати, хотела предупредить всех тех, кого раздражает моя болтовня. Кому не нравится мой голос, кстати, севший. Потому что я уже пытаюсь записать пятый дубль. И уже на пятом дубле у меня сел голос. Ну, по разным причинам. Мне что-то не нравится или меня прерывают. Поэтому вот так. Поэтому, кого раздражает это, то, пожалуйста. Ну, кому нравятся мои растения, потому что я получаю комментарии, где мне пишут, ну, всякие в достаточно резкой форме. Поэтому я снимаю короткие видео-шорты. Там будут только одни мои растения и очень приятная музыка. Или даже вообще без музыки, если тоже не угожу своим выбором музыки. Ну, а сегодня мы с вами поговорим о растениях. И о каких-то историях, связанных с этими растениями. Так что видео будет не столько познавательным, сколько релаксационным. И мои птички, по-моему, разрядились. И поэтому слышно их будет плохо, наверное, только с телефона. Ну что, друзья мои. Давайте начнем, наверное, вот с этих двух старичков. Это монстера деликатесная и папоротник. Оба растения с довольно старой историей. То есть монстера деликатесная больше 25 лет. А папоротнику, наверное, лет 15. Монстера деликатесная появилась в те времена, когда я еще жила в общежитии с семьей для молодых специалистов. И площадь двух маленьких комнаток составляла 20 квадратных метров, на которой разместилось все. И прихожая, и кухня, и столовая, и детская, и зал, и спальня. В общем, на этих 20 квадратных метрах жило четверо людей. Это к вопросу о том, когда мне кто-то пишет, что вот хорошо вам, у вас есть там лоджия большая, еще что-то. А я вот хочу разводить растения, но у меня негде. Вы знаете, вот свои растения начала разводить именно в 20 квадратных метрах. И, кстати, вот эта деликатесная монстера именно переехала оттуда. Поэтому, если вы хотите разводить растения, то вы обязательно найдете выход. Кстати, я об этом думала, когда новый стеллаж оборудовала и подумала о том, что даже если у людей нету подоконников, куда поставить стеллаж, но всегда можно найти местечко в комнате, куда можно вместить маленький стеллажик, сделать там лампы, и у вас будет прекрасный зеленый уголок. Поэтому не нужно себя ограничивать в возможностях. И, кстати, вот эта история про деликатесную монстеру. Когда я раздобыла небольшой черенок, у меня уже были заставлены все окна, два моих окна в этих двух крохотных комнатках. И я его разместила на телевизоре. Тогда были большие телевизоры, и на них даже можно было ставить цветы. Очень было удобно, кстати. Моя соседка, зайдя ко мне в гости или, как всегда, за солью, увидишь в эту монстеру, и, зная, какая она большой вырастает, удивилась и сказала, «А что ты будешь, Света, а что ты будешь делать, когда она начнет расти?» На что я ей сказала, «Тогда я перееду в большой дом». Понимаете? То есть я не знаю, что я буду делать, когда эта монстера вырастет. Но в тот момент мне хотелось это красивое, шикарное растение. И я его себе приобрела. И все, кто не приходил ко мне в гости, когда видели это растение и говорили, «Боже, она, ну она действительно, она же очень быстро растет. Это ли она, она очень быстро растет». И она действительно у меня стала разрастаться с космической скоростью, когда ко мне приходили гости. А гостей у нас в те времена собиралось очень много в наших маленьких крохотных комнатушках. И все удивлялись и говорили, «Боже, она скоро у тебя этот потолок пробьет» или еще что-то. И я всегда говорила, вот когда она дойдет до потолка, мы переедем в большой дом. В большую квартиру или в большой дом. Вот так я всем говорила. Вы знаете, вот это немножечко я коснусь эзотерики, да, как мы своими мыслями, своей речью ограничиваем себя в своих возможностях. Конечно, я могла бы там заморочиться или вообще не взять эту монстеру, или думать, ой-ой-ой, а что же будет. Но, знаете как, я нашла самый легкий выход, отвечала всем вот так. На самом деле, через, наверное, года два или три мы переехали вот в эту большую квартиру, в которой смогла разместиться не только монстера, но и все остальные растения, которые я выращивала. Поэтому не нужно говорить, что вот, я себе не могу этого позволить, вот, я это уже не могу носить, ой, мне уже столько лет, я не могу ездить на лыжах, ой, водить машину, ну что ты, мне уже 50 лет. Я хочу сказать, моя подруга получила права, когда ей было 56 лет, или 55. Она впервые села за руль и получила права. Понимаете, это человек, который не боялся и не ограничивала, ах, зачем мне пенсионерки, мне зачем машина. Влезла в кредит, купила машину и с удовольствием катается. Я встала на горные лыжи, когда мне было 54 года. Я впервые встала на горные лыжи и замечательно, мы с мужем откатались два сезона на этих горных лыжах. То же самое, я начала водить машину в 50, по-моему, два года я впервые села за руль. И не надо, не надо ничего бояться и не нужно себя ни в чем ограничивать. И ни в коем случае нельзя говорить, что вы себе чего-то не можете позволить. Вы можете позволить себе все, главное только захотеть. Вот увидела я вот такой вот замечательный фонтанчик. И просто в разговоре с супругом я сказала, что представьте, я сегодня была в магазине и увидела такую классную вещь. И вот я думаю, что она бы классно вписалась, наверное, в мой сад. Вы знаете, я не знаю, что тут сработало. Либо вселенная начала меня слышать. Я вообще обожаю слово вселенная, поэтому моего подписчика с ником вселенная всегда очень рада, когда она мне пишет комментарий. У меня такое ощущение, что я разговариваю с самой вселенной. И тут же мне на 8 марта то ли муж начал слышать, то ли вселенная меня услышала. Но тем не менее мне подарили вот такой замечательный фонтанчик, который меня очень радует. И, кстати, скажите мне, не сильно ли он булькает? Потому что если вам некомфортно будет слушать и смотреть видео, то я его буду выключать на момент съемки. Ну что ж, пойдемте, дорогие мои. Монстера деликатесная, вот она какая выросла. Конечно, я ее бесконечное количество раз уже обрезала. И детки поехали в разные добрые дома. Надеюсь, радует своих хозяев. Величина размера листа 60 сантиметров, ну, по самой большой стороне. Я специально мерила, потому что мне было самоинтересно, какого же размера эти листы. Вот там их достаточно много. Я уже ее обрезала, кстати, осенью. И вот она снова уже дала новый лист. Смотрите, она дала новый лист, вернее, вот там еще один идет. Поэтому скоро она опять достигнет тех же самых размеров. Ну и вот этот вот замечательный, роскошный папоротник под названием «Досада», на который все-все обращают внимание в социальных сетях, где я размещаю свои фотографии и видео. Конечно же, я хвастаюсь. Я хвастаюсь своими растениями. Потому что, ну, знаете, у кого чем, кто хвастается попами, фотографирует свои попы, кто губы фотографирует, кто еще что-то, кто детей фотографирует. А я вот фотографирую свои растения. Расскажу историю, которую я уже рассказывала, как ко мне попали такие папоротники. Вы знаете, меня очень много спрашивают, где можно купить такой папоротник. «Так, ребят, я не знаю, где можно купить такой папоротник». Потому что мы все живем в разных городах. И у всех разные источники добычи растений. Вот я, например, большинство растений покупаю на Авито. Просто захожу на Авито и ищу там продавцов растений. И там покупаю. Но эти папоротники оба, причем вот этот «Досада» и вот тот «Бастонский» достались мне по случаю. Моя соседка тоже увлеклась. Я ее заразила разведением растений. Она имела такую большую возможность приобрести в магазине прямо шикарные, красивые растения, которые сто ли баснословных денег. Одна налина у нее, огромная налина такая, знаете, шикарная. Я не знаю, сколько она каких-то бешеных совершенно денег тогда стоила. Вот одна налина могла только с ума свести. И еще она приобрела вот такие вот папоротники. Конечно, мне вот этот кучерявый папоротник нравился больше, чем бастонский. Но, тем не менее, я на них, конечно, смотрела, засматривалась. Как-то попросить у нее отросточек. Вернее, я говорила, ей, может быть, будешь рассаживать, тогда мне там что-нибудь отслюняешь, какой-нибудь кусочек. И в один из прекрасных дней она приносит мне вот этот папоротник бастонский, буквально в коматозном состоянии, с двумя перами, и говорит, забери у меня его, иначе я его выброшу. Я, конечно, его с удовольствием забрала, стала за ним ухаживать, стала его холить леять, и он начал расти. И спустя непродолжительное время она мне приносит второй папоротник. Вот этот вот, это досада, и тоже в таком же состоянии. Сказала, что он ее достал, он бесконечно сыпет эти листья, она устала его подметать, что-то у нее с ним не складывается. И, в общем, забери, иначе я только расстраиваюсь, глядя на него. И вот он уже растет, у меня, наверное, больше 12 лет они оба у меня растут, поэтому, может быть, у него такие длинные ваи, потому что мне все говорят, что не видели папоротников с такими длинными ваями. Ваи у него действительно где-то метр семьдесят. Вот смотрите, они достигают практически самого пола, и высоту они выше меня, ну, примерно метр восемьдесят в высоту, я так думаю. Поэтому, ну, где-то, наверное, метр семьдесят, метр семьдесят, вот так точно ваи длиной есть. И вот сколько лет уже они меня радуют, вот я, конечно, в полном восторге от этих растений, которые, вот как мне кажется, монстеры, лионовидные какие-то растения и папоротники, вот они у меня ассоциируются с джунглями. И сейчас мы плавненько перейдем с вами на более нижний этаж. Это бегонии, на которые тоже все обращают внимание, и очень часто мне пишут, что у них не складывается с бегониями, что никак не получается. Ребят, я тоже прошла этот путь, этот путь я тоже прошла, и у меня очень много бегоний погибло. Но чаще всего, конечно, они погибали и при мне, но чаще всего они погибали во время моих длительных отъездах. Потому что, сами понимаете, даже опытный цветовод не всегда может справиться с каким-то растением, а уж и человек, который вообще далек от цветоводства, ну, распознать, как их поливать, в какое время, то это сложно. И, конечно, самые большие потери моей бегонии были в мое отсутствие. Но, тем не менее, какая-то часть их все равно сохранилась. Со временем я подсела на кейн бегонии, потому что я считаю, что это более выносливые бегонии, чем кустовые. И вот, в общем-то, большинство, наверное, бегонии у меня сейчас в доме, это бегонии кейн. Очень многие, знаете, к ним относятся как-то немножко предвзято, что они вот вытягиваются, они высокие какие-то. Но, вы знаете, я считаю, что это смотря, как их размещать. Вот смотрите, Виктория, ой, Софи Сисилин. Вот такая шикарная бегония. Посмотрите, какая форма листа. Посмотрите, размер листа. Посмотрите, какой он ажурный. Красивый, зубчатый. Какая у него окраска. По темно-зеленому полю идут такие серебристые полоски прекрасные. Конечно, он у меня, да, он у меня вытянулся. Хотя там идет молодая поросль, видите. Но, тем не менее, если его поставить отдельно, то он будет смотреться не так эффектно, как он смотрится сейчас. Кстати, вот этот надо горшочек немножко вот так повернуть. И вот теперь посмотрите, как смотрятся эти растения в композиции. То есть, сверху совершенно шикарная Софи Сиси. Под ней расположена тоже необыкновенная эффектная красивая бегония, на которую все обращают внимание не только по ее яркой окраске, но и вот по таким красивым резным листикам, напоминающим кленовые. Это бегония называется Литл Браза Монгонерин. И под ними еще ниже расположились, то есть, это тоже кейн бегония, но она растет немножечко, так знаете, не одним стволом, а она таким кустом разрастается. И вот смотрите, в верхний этаж идет бегония, которая сильно вытянулась, потом поменьше, а потом снизу украшают всю эту композицию вот такие две яркие бегонии. Это бегония Блэк Хэнк, черный клык, черная совершенно бегония, и моя бегония Марта Стюарт. Марта Стюарт, конечно, я вот выращиваю, по случаю тоже получилось так, что перед Новым годом моя старая бегония Марта Стюарт упала, и она, знаете, как развалилась на мелкие, даже не на листике, а на кусочке с корневищем. И, в общем, я их все укоренила, и теперь я выращиваю вторые экземпляры, потому что я считаю, что бегонии Марта Стюарт лишних не бывает. Они просто украшения любого сада. Вы знаете, я даже сейчас немножечко перейду вот на этот куст, на материнский, посмотрите. Я никак не могу угадать, что же, как, почему меняется так цвет Марта Стюарт. Посмотрите, когда заканчивалась зима, она была такая вся, знаете, вот какая? Вот такая она была. Вот видите? Зелено-коричневые желтоватые листики. Вот. И с наступлением весны посмотрите, как она красиво окрашивается, то есть она изменяет цвет листьев. Даже тех листьев, которые уже были, то есть которые были зеленые, они превращаются вот в такие оранжевые, красные, желтые. Я не знаю, а новые листики, посмотрите, они идут прямо темно-темно-бордовые. И форма листа, посмотрите, какая необыкновенная форма листа. Люблю ее, не могу. Мне кажется, я бы весь сад засадила, вот именно Марта Стюарт, потому что насколько она... И вы знаете, я все-таки считаю, что достаточно выносливая бегония. Кстати, мне ее прислала из Москвы моя цветочная подруга Мария. Наверняка она смотрит мои видео. Мария, с вашей легкой руки вот так вот у меня разошлась, растет эта бегония. И каждый раз, глядя на эту бегонию, я вспоминаю о вас. Спасибо вам огромное. И пойдем с вами дальше. Значит, вот здесь вот большой достаточно куст такой, знаете, мощный. За зиму он немножко вытянулся. Это тоже кин-бегония. Называется Арабский закат. Она такая, знаете, зеленая, темная. Какая-то зеленая. Ну, так как у нее обратная сторона листа, смотрите, вот такая бордовая, да, а это темно-зеленый лист. И вот как бы ощущение такой коричневости, как будто бы она темно-коричневая. Ну, очень интересно смотрится в сочетании с диффенбахией Рудольф Руэрс, которая тоже наращивает огромные совершено листья, которые, конечно, нужно пространство, которого я не могу ей пока дать. Ну, посмотрим, что будет дальше. И, конечно, тут же агланемки у меня разноцветные, которые когда-то я дала себе, не дала слова, а сказала, что вот в моем саду, скорее всего, никогда не будет агланем красных. Потому что что-то я как-то, это появились красные агланемы, розовые агланемы. Вот эта шикарная агланема называется боксинг. Сорт называется боксинг. И она будет, скорее всего, такая же большая, как Паттайя Бьюти. Но в планах моих нет выращивать ее такой огромной, как Паттайя Бьюти. И поэтому я буду, конечно, скорее всего, если будут дети, то я буду все-таки держать этот куст, знаете, в каком-то определенном размере, формате. Потому что, ну, вот мы пойдем дальше, я вам скажу, почему. Почему? Потому что все растения имеют такую особенность, покупаешь их одним листиком или маленьким каким-то череночком или маленькая какая-то куртиночка, и они вырастают потом совершенно в огромных монстрах. Кстати, про агланемы. Меня кто-то и в комментариях просил, чтобы я сняла отдельное видео по агланемам. Вы знаете, я сразу хочу сказать, я не фанатка агланем, и они здесь у меня присутствуют, скорее всего, не за моей какой-то огромной любви к ним, хотя я все растения очень люблю, но у меня есть свои фавориты. Есть те, которые растения, которые как бы это... А агланемы у меня несут, скорее всего, такую декоративную роль, потому что мне хотелось, чтобы в моем саду было такое разноцветие. Знаете, за счет того, что у меня цветущих растений нету здесь, в общем-то, выращивать цветущие растения я могу только на окне, потому что зимой у меня дополнительной подсветки как таковой здесь нету, адекватной. Поэтому, ну, вот чтобы заменить, как бы... Мне хотелось, знаете, как вот, чтобы как в джунглях, где-то цветы какие-то были, где-то лианы спускались, где-то, ну, я не знаю, кусты какие-то стояли, да. И так как я не могу это сделать, то я, в общем-то, вышла из этого, приобретя вот такие разноцветные агланемы. У меня их немного. У меня где-то, наверное, 4 вида красных агланемы, красных и розовых, и где-то, наверное, вида 4 зеленых, там, зелено-белых. Поэтому у меня их немного, всего 8 сортов. Но будет время, желание, я как-нибудь сниму. Хотя я даже не знаю, что о них рассказывает. Наверное, уход, да, или сорта показывать. В общем, определимся. Так вот, это агланема боксинг. Вот такая красивая. Рядом с ней разместился филадельдрон Гринкин, который я очень люблю, потому что он медленно растет. Да, я из тех цветоводов, которые любят, когда медленно растут растения. И рядом вот такая симпатичная бегошка, ой, бегошка, агланема. Это статистическая супрема. Супрема, супрема или супрем. Вот такой сорт красиво. Ну, а здесь я уже вам показывала. Это у меня Алаказиаполе, которая стоит на фитильном поливе. Но что-то она вот отсвела, и пока никаких новых листов не дает. Не знаю почему. Очень живописно смотрится Макулата. Бегония Макулата, тоже кейм Бегония. У меня здесь посажено несколько деток. Я ее материнское растение обрезала в какой-то момент, и посадила по стаканчикам. Выставила на вид, но что-то, знаете, как-то они не продавались как-то. Я думала, перед ответом я поняла, что в стаканчиках мушек у меня просто засушит или зальет. Я посадила в один горшочек, и вот теперь такое пушное, красивое растение у меня растет с таким белым горошком. А вот это замечательная Бегония. Вообще, как и все, наверное, Бегонии, все сорта еникеевых, они, наших замечательных селекционеров Бегонии, они потрясающие. Вот с такими огромными листьями, смотрите, видите, эта Бегония называется ДС Метелеца. Совершенно... Это, кстати, детка. Это еще не взрослое растение, это детка. Представляете, какое оно будет, когда взрослое. И вот здесь для яркого такого пятнышка я посадила Сан-Севьерю Хани Голд. Ну, место для нее не очень, как бы, такое прямо подходящее. Солнечные лучи сюда во второй половине дня попадают, но, тем не менее, это, конечно, не окно и не подсветка. Но это у меня такое старое материнское растение, которое, в общем-то, я могу пожертвовать его декоративностью для получения какого-то эффекта красивой картинки отца до своего. И вот я хочу вам показать бегонию, которая единственная плохо очень перенесла мой отец зимой. Но она постепенно наращивает листовую массу, и я думаю, что в самом скором времени это будет очень красивый кустик, и называется это бегония Кони Босвел. И вот кучеряшка, которую я выращивала совсем с одного листика. Вот он, листик этот. Я его даже еще не убрала. В общем-то, тоже перед отъездом я его посадила сразу на фитиль, чтобы он не пропал. Кстати, надо добавить водичку, уже там нет водички. Вот. Это вот такая красивая бегония. И аллоказия, про которую я вам говорила, что на фитилье она стала давать красивые, мощные листья. Вот смотрите. Видите, тоже листик новый идет. И, кстати, не могу понять, почему, но почему-то, видите, желтеют кончики. Может быть, ей не хватает все-таки влажности. Влажность у меня в саду очень-очень низкая, несмотря на то, что у меня работает увлажнитель. И вот теперь у меня дополнительное увлажнение пошло от этого фонтана. Все-таки вода все время, совершая какой-то круговорот, водоворот, она испаряется. Это и дополнительная влажность. Но, тем не менее, влажность у меня не повышается в саду больше 35%. 40% это прямо у меня праздник, за праздник. Так, что я вам еще не показала здесь? Хоум доун я показала же, да? Я уже не помню, пятый раз записывала. Наверное, она показала. Ну, вот такая хоум доун с такими вот красивыми серебристыми полосочками, которые при определенном освещении становятся розоватыми. Перламутрово-розовые. Ну, и здесь вот это постоянно цветущая такая вот бегония, кинбегония, которая тоже я буду ее обрезать в самое ближайшее время, придавать ей более красивый внешний вид. но как только закончу с пересадками, потому что сейчас идет сезон пересадок. Клещевидная видная, нет, борщевиколистная бегония, да, борщевиколистная она называется, я все время путаю с клещевиной видной. Вы знаете, с ней произошла прям трагедия у меня, она в какой-то момент видимо я ее не полила, она водохлебила ужасно, росла просто какими-то гигантскими, с гигантской скоростью, то есть она никогда не выдавала один лист. Она выдает лист, он вырастает на высоту 15 сантиметров и следом уже идет второй, еще 15 сантиметров и уже третий, еще 15, уже четвертый и листы появились, вот и сейчас видите, у нее вот такие вот еще не раскрывшиеся листья, сколько уже, раз, два, три, четыре листа, пять листей уже молодых идет, представляете, какая была листовая масса. Она у меня стояла вот здесь вот на возвышении и в какой-то момент вечером мы с мужем слышим, что-то такое грохот, не можем понять, приходим, а тут упала вот эта бегония и в общем она поломалась сама и поломала все, что было под ней, а под ней стоял мой замечательный филадендрон маска и вот он сломался вот так, но тем не менее вот он уже за два месяца нарастил, нарастил листики, поэтому я думаю, что все с ним будет хорошо и уже надо будет готовить ему новую высокую опору, надеюсь, что он разрастется, вот, кстати, маска это тот филадендрон, которого я жду, жду, чтобы он быстрее вырос, пусть даже до самого потолка растет, я ему разрешаю, вот, и в общем-то, вы знаете, очень много листочков просто отвалилось, сломалось, я их все укоренила, и вы знаете, несмотря на то, что листы имеют такую большую, ну вот, площадь листа, да, я думала, что она, они знаете, как не успеют укорениться, и вот этот лист умрет, но тем не менее, вы знаете, у меня все листы укоренились, и все дали дедок, и уже все практически уехали в новый дом, я себе оставила только один экземпляр, но как бы второй, потому что не знаю, что будет вот с этим, ну вдруг он погибнет, я вот смотрю, что, знаете, вот эти листы рванные остались, которые надо срезать уже, ну, в общем, я себе особо любимые какие-то экземпляры всегда оставляю в двух экземплярах, потому что, ну, чтобы потом не искать это растение где-то, конечно, растение необыкновенно красивое, но если вы задумаете его покупать, сто раз подумайте, потому что ему нужно место, большой горшок, мощный, керамический, чтобы под тяжестью листьев он не переворачивал пластиковый горшок, и много-много места, конечно, вот всей красоты этого растения, вот здесь вот его не видно, если бы она стояла одна, отдельно вот на таком вот постаменте как подставки, как вот этот замиокулькас, она бы смотрелась, конечно, очень красиво, но она не может стоять на такой подставке, потому что она будет переворачивать просто горшки под тяжестью своих листьев, и у меня вопрос к владельцам вот Манстера Альба, кто мне скажет, как ее укоренять, я два раза ее обрезала, два раза пыталась ее укоренить, и у меня ничего не получилось, погибали оба раза макушечки, мне очень хочется ее укоренить, потому что само растение очень красивое, и мне хочется посадить еще в этот же горшок еще одно растение хотя бы, чтобы вот этой листвы, вот вообще весь этот угол был в листьях вот этой шикарной конечно Манстеры Альбы, очень красивое растение, здесь у меня стоит уже давным-давно вы его видели, не буду останавливаться, Филадендрон Бразил, на вот этой толстой мохнатой палке, очень мне нравится, такая красивая лианка растет, листики увеличиваются, варегатность их меняется, разные, да, от практически с тонкой-тонкой полоской, да, вот такой вот вот такой вот варегатности, ну в общем классное растение, ну и сразу перейду, времени уже много, перейду вот к этим двум шикарным растениям, Филадендрон Маску я вам уже показала, наращивает листу, а Антуриум Хрустальный, это знаете, когда у меня была проблема с двумя Антуриум Мишерцера, я долго с ними мучилась, все, они у меня что-то росли не так, не так, и я тогда дала себе слово, что я больше никогда не заведу Антуриумы, но когда я увидела именно вот этот Антуриум, я не смогла устоять, я, конечно, долго опрашивала своих друзей-цветоводов, как за ним упаживать, стоит ли, насколько он вредный, и вы знаете, мне сказали, что это самый беспроблемный Антуриум из всех, и тогда я рискнула, и все-таки купила, и вы знаете, я нисколько не пожалела, потому что такие шикарные листы, я даже не знала, что может сравниться вот в моей коллекции цветов с этим Антуриумом и хрустальным, я получаю от него, ну, такой восторг, и такое восхищение, ну, просто можно сказать, боготворю это растение, потому что оно вот настолько красивое, шикарное, он у меня выдал уже один домашний листик, но это был, во-первых, зимний экземпляр, он получился немножко меньше, но, как вы знаете, что голландцы, вот видите, вот он, голландцы вообще пичкают растения, когда выращивают различными стимуляторами, удобрениями, поэтому в магазинах они могут продаваться с огромными совершенно листами, какими-то, такой, знаете, декоративно-листные красивые растения, а потом, когда мы их привозим в свои условия, в свое освещение, влажность, температуру, то они начинают расти немножечко скромнее, но, тем не менее, наши питомцы радуют нас и тем, что есть, и вот хочу обратить еще внимание на драцину суркулезу, знаете, драцины, вообще драцины, карделины, это вообще не про меня, то есть у меня их никогда не было, и вряд ли когда-то будут, вот почему-то я к ним отношусь очень-очень так прохладно, спокойно, но, вы знаете, в моей коллекции есть две драцины суркулезы, одна годсофа, вторая сандэй, ну, до сандэй мы с вами дойдем в следующий раз, а вот эта годсофа, я хочу просто, ну, я не знаю, обратить на нее внимание, она, конечно, у меня чуть не погибла, я ее залила, потому что стояла она на дальней береговой линии, и до туда очень сложно дотянуться, пальцем, чтобы почувствовать землю, вовремя я спохватилась, я ее спасла, и она уже мне даже дала новые, ну, новые росты, вот видите, такие ярко-салатовые, хотя куда-то пропала вот эта горошковая варегатность, у него такая, горошком, на темных листах, такой яркий был горох, но, вы знаете, я все-таки связываю это с тем, что она стояла не в том месте, немножечко, и вот сейчас я ее поставила на свет, и может быть, новые листы все-таки снова пойдут вот такие варегатные, светет она необыкновенно красивыми, воздушными, белыми, ажурными шарами, и они слегка ароматные, очень красивое растение, как мне кажется, немножко напоминает ципирус, который тоже у меня когда-то был, папоротник досада, получен отводком от моего старого растения, и прямо так удачно, вы знаете, в одной, в одном горшочке у меня сразу четыре растения, идет сразу четыре корзиночки, и уже он, в то же время, я сделала отводочку от него, и здесь растет новый папоротничек досада, красавец, конечно, ну и здесь у меня фикус бенджамина, не буду на нем останавливаться, эхмея, тоже разрастается, я постепенно в нее влюбляюсь, и вот этот стендапсус хэппи лиф, хочу обратить внимание, вот я буквально на них пересадила его, пересадила, во-первых, во-вторых, я поставила его на такую опору, сейчас она смотрится, конечно, не очень симпатично, но я думаю, за два-три месяца Лиана завьет эти все палки, и будет смотреться очень даже ничего, значит, я взяла две дуги, просто дуги из бамбука, и соединила их под углом в 90 градусов, соединение, конечно, не очень симпатичное, но я хочу сказать, что когда Лиана завьет это все сооружение, то я прикрою вот это соединение, его видно не будет, но пока так, как есть, значит, там фикусы, я на них останавливаться не буду, единственное, хочу обратить внимание еще на вот этого пахиподиума или манагастарская пальма, вот он вырос у меня практически до самого потолка, причем я его два раза кардинально обрезала, и каждый раз он мне дал, ну, каждый раз он нарастал и нарастал, и поэтому я хочу предупредить тех цветоводов, которые видят в магазине очаровательного, совершенно пушистика, такого маленького, смешного, толстенького покупают себе его, думая о том, что он будет, наверное, всегда вот таким вот хорошеньким и очаровательным, нет, манагаскарская пальма вырастает очень большой, высокий, на то она и пальма, и поэтому будьте готовы к тому, что она в самом скором времени, ну, правда, здесь у меня прошло лет 10, наверное, да, может даже больше, но 10-то не точно есть, может, где-то между 10-ю и 15-ю годами, наверное, вот этой парночки, поэтому будьте готовы к тому, что она вырастет такого вот монстрика, и вот тут вот у меня заканчиваю свой обзор замиокулькасом, который обрадовался весне и лету и выдал мне аж целых 6 новых листьев вот таких вот мощных, здоровенных, мне кто-то писал, чтобы я его рассадила, разрезала эти корневища, углубила, но вы знаете, я вот на него смотрю, и мне не хочется этого делать, и не потому что, потому что мне не хочется с ним возиться, но вот эти корневища придают ему особую такую брутальность, и сразу видишь, что растение с историей, ему тоже уже больше, наверное, 12 лет, может, где-то лет 15, вот такой вот он у меня здоровенный, периодически, да, когда листы у него погибают, я их отламываю как-то так, ну, в общем, вот такой он красавчик. Ну, и на этом, дорогие мои, я заканчиваю, времени прошло много, кто дослушал, досмотрел, молодец, кто нет, тоже молодец, я немножечко вот так вот сделаю вам круговой обзор, вид, куда мы с вами пойдем в следующие разы, у меня цветут бугенвилии, красота такая, розовая, оранжевая, алла-красная, но все они стоят на окошках, еще хочу завести себе желтую бугенвилию, очень нравится мне желтый цвет, ну, и все, дорогие мои, на этом я заканчиваю, до новых встреч, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,